Привет друзья, с вами Варчик. В этом видео я расскажу вам свое мнение про игру Horizon The Radon. Сразу скажу, что я не понял вообще в честь чего так хвалят эту игру. Она конечно же замечательная в графическом плане, выглядит хорошо, прикольные пейзажи, много всякой дичи бегает в лесу, все такое живое, освещение классное, растительность там двигается, все шикарно. Эта игра вышла довольно таки давно на консоли и вот сейчас когда ее портировали на ПК, я смог насладиться этим шедевром. И что-то этот шедевр довольно таки быстро мне надоел, очень скучно. И сейчас я объясню почему. Конечно первый месяц там выходили патчи, потому что порт как обычно был кривущий. И после того как месяц патчили эту игру и исправляли, более-менее уже теперь можно играть, но у некоторых игра даже не запускалась. Я с трудом там с вылетами как-то иногда по чуть-чуть играл, но вот сейчас уже не выкидывает и можно играть и наслаждаться, но игра мне уже надоела. Такое ощущение, что основной посыл при создании игры это было не запариваться ни над чем. В графическом плане там ландшафт и карта вообще все супер, всего много, карта большая, мир открытый, иди куда хочешь, делай что хочешь, наслаждайся. Есть довольно таки неплохой выбор оружия разнообразного под разные типы врагов, но в целом можно обойтись и просто луком. Просто напихивать во вражину сотни стрел, благо ресурсов везде вокруг много, и ты как комбайн можешь просто ходить и перемалывать просто весь лес со всем, что там есть целиком. Получать тонны ресурсов, делать себе какие-нибудь баночки, ловушки, пополнять боекомплектом для всяких пушек и ходить все уничтожать, чтобы выбивать какие-то редкие штучки-дрючки. Но в целом я не пойму зачем в этой игре сделали гринд, поскольку весь этот большой мир создан только для одной цели, чтобы напихать туда однообразных всяких монстриков, животных, железных животных, машин этих больших, и ходить их просто убивать. Хотя на самом деле после того как ты убьешь какой-то вид животного, все, тебе уже неинтересно, ты его уже один раз убил, что ты в нем нового увидишь, ничего, это неинтересно. У них в одном и том же месте уазимой зоны ты их просто сбиваешь своим луком. Эта здоровенная машина, похожая либо на орла, либо на крокодила, либо еще на кого-нибудь, перестает пользоваться чем-то, становится менее опасной. И в итоге в конце, когда ты ее напихал уже миллионами стрел, она становится вообще никакая, у нее ничего нету. То она там какими-то ледяными соплями стрелялась, то она там хвостом била или еще что-то. Под конец сражения у нее хвост отвалился, плевалка отвалилась, еще что-то отвалилось, оно просто такое полухудое, засохшее какое-то ползает, и ничего уже из себя не представляет, и ты просто его допихиваешь в него стрелы, и оно сдохло. После одного такого продолжительного напихивания стрелами, второй раз уже трогать это чудище не хочется, потому что это неинтересно. Но тебе нужно его потрогать, потому что тебе нужно, чтобы выпало что-то редкое из него, а редкое не выпадает с первого раза. И эта гринделка вообще непонятно к чему. Только чтобы больше времени в игре провести, и чтобы было понятно, для чего сделан большой открытый мир, также мы играем героиней, рыжая телка, которая выходец из лагеря Нора. Она там была изгоем, но вроде как должна быть с внешним окружающим миром на «ты». Знать, где что находится, пользоваться лесом правильно, знать, что там есть плохое, что хорошее. В итоге это маленький комбайн, который перемалует все ресурсы в лесу, убивает все живое, все забирает, собирает, и уходит делать себе там какие-нибудь стрелы, бутылочки, баночки, ловушки, взрывающиеся фигнюшки и так далее. Что это за гнида такая в лесу выросла, которая просто изничтожает весь лес? К чему это сделано? Где головоломки какие-то интересные, где нычки, там какие-то спрятанные, какие-то артефакты, редкие штучки, дрючки. Ничего этого нету. Ты просто как какая-то гнида бегаешь по лесу, и тупо все там убиваешь, чтобы все везде выпадало, ресурсы, и ходишь все это там крафтишь. Что это такое? Это телка из Нора, которая жила в священных землях. А что там? Священные земли, они как там вообще выжили после нее или нет? Она отправилась в путешествие, потому что там уже не из чего крафтить или что? И этого я и вообще не понял. Оно должно быть вообще не так. Это сделано просто так, не заморачиваясь. Потому что это же надо было придумывать что-нибудь. А так что, ходишь просто все, убиваешь и все. Офигенно. В этом плане какая-нибудь Лара Крофт намного прикольнее играется, потому что там ты не бегаешь как в гринделке, и не убиваешь все подряд, чтобы просто себе скрафтить какую-то фигню. Или чтобы выпало что-то редкое, и потом в магазине пойти купить какую-то шмотку или пушку новую. Дальше. Про сюжет и диалоги. Если начинать всматриваться, вслушиваться, то понимаешь, что актерская игра персонажей, ну, иногда она вообще никакая. Типа там, спасли жену из плена. Она такая выходит, «О, муж, привет! Здорово, че как? Я там-то все, здрасте!» И пошли куда-то. Также еще пути персонажей, когда они куда-то идут по заданию, тоже не заморачивались. Они иногда такими там кругалями ходят, что просто капец. Выход вон прямо, а персонаж просто там такие петли наворачивает. Вокруг там все, пока не излазит, он до выхода не дойдет. Ему прямо надо идти, но, видимо, чел, который ему маршрут ходьбы выставлял, он немного задремал, потому что игра реально скучная. Он так пока делал игру, тоже что-то заскучал, и там маршрут такой напетлял, что просто стоишь, ждешь, пока по сюжету, по заданию персонаж какой-то куда-то дойдет, смотришь, как он там наворачивает петли какие-то. Это жесть. Сюжет, в принципе, он какой-то пресноватый, скучноватый. Да, в целом там есть какие-то интересные повороты, сюжетные, но какие-нибудь второстепенные или некоторые даже основные квесты и диалоги, они вообще тупоголовые и не раскрыты абсолютно. Прикольная лицевая анимация, лицо сделано очень красиво, глаза там вот эти, которые бегают, ну, мне кажется, немного перестарались, такое ощущение, что все под чем-то ходят в этой игре, потому что глаза все время куда-то там дергаются. Но выглядит очень хорошо. Игра в целом выглядит хорошо, офигенно, просто классное освещение, растительность, все офигенное, но игра сама по себе не харизматичная, в ней нет ничего нового и интересного. Прокачка очень дефолтная, стандартная, простая. Ты просто получаешь за уровни очки и просто прокачиваешь там более тихую ходьбу, более тихий бег, больше ресурсов из ресурсов, там чуть-чуть замедление времени, там когда прыгаешь, там удар снизу, сверху, ничего такого, все как обычно везде в любой РПГ, одно и то же вот это вот качаешь, ничего интересного. Тону ресурсов залутал, просто открываешь менюшечку, поклацал, все скрафтилось. Да, прикольно, что персонаж озвучивает там в речку, нырнул там, ой, водичка холодная там и так далее, ой, травку собрал, мне пригодится там, класс, офигенно, ну и чё. Ну это на один раз прикольно услышать это, один раз бутылочку там скрафтить, ну ладно, ну даже никаких ни анимаций нету, ничего, ты просто в воздухе это скрафтил, в менюшке просто нажал и оно есть, ни над чем не заморачивались, ни над прокачкой, ни над ресурсами особо, ни над чем. Да и некоторые сюжетные повороты тоже, если где-то какая-то запара была, то не парились и сделали как есть, вот по прямой, чтоб не дай бог там что-то лишнее не сделать. По поводу открытого мира, что в нем можно поделать? Походить, пособирать один ресурсик, пособирать другой ресурсик, третий ресурсик, прийти это одно, выменять у одного торговца на коробку, другое у другого, третье у третьего, все, ты просто ходишь по миру, собираешь, лутаешь, убиваешь, лутаешь, все превращается в эти ресурсики, и все, и ты просто приходишь в город, и у чувачков коробочки получаешь, и этих коробок все, везде в коробках, такое ощущение, что ты попадаешь в какой-то мир коробок, если вещь находится не в коробке, то значит это какая-то неправильная вещь, не в коробке, только оружие и одежда, такое впечатление, так же можно оружие и одежду улучшить, в оружии одежды есть градация по цветам, одно лучше, другое хуже, опять же все как везде, и у них есть слоты для улучшения, улучшение просто характеристику какую-нибудь, чуть-чуть лучше делать, все, при этом можно вообще черти в чем бегать, и даже на высокой сложности, сложность повышает только урон от врагов, вообще никакой сложности в этой игре я не вижу, она максимально детская и простая во всем, никаких вообще затруднений, ни в чем нет, вообще в целом игра выглядит, как большая детская комната в лесу, где даже все фигнюшки, по которым нужно куда-то залазить или лезть, они выкрашены, чтобы ребеночек увидел по лесу, чтобы не дай бог нигде не затерялся, не потерялся, все везде раскрашено, все в ярких каких-то цветах, там веревочки яркие, все везде понавыкрашивано, чтоб ты видел, не дай бог нигде не потерялся, чтобы у тебя настроение было всегда приподнятое, хорошее, не дай бог там какая-то история плохая, или что, всегда все заканчивается хорошо, замечательно, игра максимально вот такая, не напряженная, она вообще ничем не напрягает, даже если на максимальную сложность ставишь, тоже никакого напряга нет, ну урона больше враг наносит, но при этом он не всегда даже до вас может добраться, и казалось бы, тут еще есть стелс, и некоторые думают, что эта игра максимально про стелс, но насколько же убогий стелс в этой игре, насколько же неинтересно им пользоваться, что когда ты ошибаешься, и враг тебя замечает, и в лагере бандитов, все бандиты поднимают тревогу, начинается месиво, их легче убить, ну просто заходишь через главный вход, и просто в голову им всем стреляешь, почти все умирают ваншотом, пофиг какая сложность, если у тебя лук нормальный, ты его нагриндил, там пару лесов перемолол на комбайне, потом купил себе лук хороший, пошел просто всем в голову, тык-тык-тык, все, лагерь всяких там бандюков повержен, просто ты их убил, офигенно, и только там какие-то большие пупсики, которые ходят с большой опасной пушкой, они умирают ни с одной тычки, офигеть, но про стелс вообще нечего говорить, все враги ходят заданным маршрутом, и казалось бы, можно продумать, чтобы эти маршруты были настолько выстроены, чтобы ты именно в правильной последовательности заходил в эти лагеря там, по очереди их там вырубал, но это вообще неинтересно, оно не какущее, ты прям перед врагом можешь ходить впритык, стрелять там, что хочешь делать, он слепошарый, он просто ничего не видит, и нету какого-то накала страстей, ты не переживаешь, потому что все на расслабоне, и даже если ты запаришься, ты просто перестреляешь весь лагерь, изи, никакой сложности вообще нет ни в чем, и главный посыл игры в том, что она скучная, однообразная, все простое, как везде, и только в графическом плане, она прикольная, и фишка с тем, что большие машины там вот эти ходят, и с ними сражаешься, это прикольная фишка, рекламная фишка, чтобы раскрутить, такой вот бренд игры, и все повелись на это, и класс, да, офигенно, в целом же, лично для меня, эта игра гораздо хуже, чем какой-нибудь Ведьмак 3, это просто вообще рядом даже не стоит эта игра, лично для меня, и даже Ассасин Крит Одиссея, тоже намного интересней, лично для меня, эта игра тоже неплохая, но она не интересная, скучная, она сильно детская, простая, и не навязчивая, не напрягает ничем, никаких вообще переживаний нет, ты просто ходишь рыжей телочкой, все у нее хорошо, она ходит, всем помогает, молодец, там мир весь красочный, все классно, офигенно, и пофиг, что мы в каждом лесу, по миллиону животных убиваем, наматываем их себе на лук, все собираем, идем дальше, все равно, там они скоро все появятся, и можно опять делать то же самое, вообще никакого напряга, все офигенно, походить, поизучать мир, полюбоваться красотой, окружением, отдохнуть, там поделать красивые фоточки, там очень замечательный фоторежим есть, в нем можно делать вообще очень интересные фотки, это все есть, все прикольно, все классно, но после того, как ты просто отдохнул в игре, ничего такого не остается, полазил в открытом мире, и все, эту игру не хочется перепроходить, и даже как-то скучно допроходить ее до конца, того же самого Ведьмака можно раз в пять перепройти, и все равно будет классно, нету какой-то системы сетов, нету вообще какой-то интересной прокачки, нету системы там зелий каких-то, нету, там ты просто приходишь в лес, как в магазин, набрал просто кучу травы, засунул в одну банку, хоп, зелий готово, все, и ты просто под нажатию одной кнопки, все сделал, вообще никакой запары нет, также в игре есть еще неплохо оформленные, так сказать, вышки, во многих играх, там допустим, в Far Cry, есть всякие зоны, где ты на вышку залазишь, открывается обзор, и так далее, здесь то же самое сделано, точно так же, только это большие, высокие машины, на которые залазишь, ну и в принципе, точно так же карта открывается, фишка в том, что каждая такая машина, находится в необычном месте, и с ней что-то происходит, одна просто там ходит, в каком-то заброшенном городе, заросшем джунглями, другая находится, в окружении бандитов, которые что-то хотят с ней сделать, третья находится там, еще в какой-то ситуации, это хоть как-то обыграно, и сделано довольно-таки интересно, но, в основном, большая часть игры, довольно-таки, простая, и незамысловатая, и может быть, если бы я не играл, в кучу классных игр, я бы сказал бы, что да, это шедевр, но есть игры получше, и поинтереснее, от которых, что-то остается, эта же игра, просто приятная, красивая, бродилка, гриндилка, для отдыха, и все, игра, безусловно, хорошая, но не цепляющая, с вами был Варчик, играть красиво, всем пока, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok